Уважаемые слушатели, давайте рассмотрим генерацию прогрессии при помощи цикла. Посмотрите на следующую программу. Здесь центральной частью этой программы является цикл while. В нем x это переменная, которая хранит текущее значение члена прогрессии и меняется по ходу дела. В заголовке цикла while стоит ограничение, пока x меньше, чем стоп. То есть у меня будут распечатываться в этом printf только те x, которые еще меньше, чем стоп. А вот здесь я увижу, что у меня x достигает значения, которое равно либо превышает стоп. То есть у меня как раз условие входа в цикл было нарушено с этим x. А чтобы x менялся, у меня вот здесь x увеличивается на переменную стоп, на значение переменной стоп. Сами эти три переменные в строке 5 создаются, а в строке 8 я считываю их с клавиатуры, предваряя небольшим приглашением к вводу для пользователя. Маленькая ремарка. Когда вы будете сдавать программы в автоматическую тестирующую систему, вы не пишите никаких приглашений в введите x. А здесь нужно y и z, старт, стоп или степ. Вы молча делаете скан, считывая нужные значения. В то же время, настоящий пользовательский ввод, он должен быть секьюрным, он должен быть защищен от попыток взлома. Пока на этом остановимся. Еще одна важная вещь, связанная со считыванием. Обратите внимание, что при считывании целых чисел, кстати и дробных тоже, требуется писать амперсанд. Это значок операции взятия адреса. Про это подробно будет в пятом уроке. Итак, собственно, вот этот цикл, он написан вроде бы правильно. Давайте запустим и посмотрим на работу данной программы. Итак, конкретный частный случай, например, 1, 10 и 2. Начиная с единички, не включая 10, с шагом 2. 1, 3, 5, 7, 9 и after x равен 11. Отлично. Давайте попробуем запустить генерацию арифметической прогрессии с другим шагом. Например, начиная со 100, заканчивая 1000 и шаг 50. Ну вот, пожалуйста, тоже генерирует благополучно. А что если я попробую генерировать геометрическую прогрессию? В этом случае я могу не плюс равно, а домножать на. То есть, вот эта операция в любом случае считается как увеличить на или домножить на. То есть, x равно x плюс степ или x равно x умножить на степ. Очень удобные. Мне нравятся такие операторы присваивания в языке C. Давайте посмотрим на геометрическую прогрессию. Я начну с единички, ограничителем поставлю 1000, ну или давайте с умыслом поставим 1050. И шаг сделаем двоечка. И вот видим геометрическая прогрессия степени и двойки. Замечательно. Мы в данном конкретном случае можем рассматривать только целочисленные геометрические прогрессии, потому что сам x у меня является целым числом. Давайте сейчас вернемся к арифметической прогрессии, потому что с ней есть еще один важный-важный вопрос. Программа написана. Давайте ее еще немножко потестируем. Мы ее погоняли на двух конкретных случаях, но два случая это еще недостаточно. Нужно как бы покрыть нашу программу тестами. Ну, то есть придумать какие-то случаи, которые обязательно надо проверить. Например, убывающая арифметическая прогрессия, то есть где шаг будет отрицательным. Давайте попробуем. 10, 1, шаг минус 1. Оп! Я говорю, начать с 10, стоп, это не включая единички, шаг минус 1. По идее, должно было бы отшагать 10, 9 и так далее, да? А у нас шагания нет. В чем проблема? Проблема здесь вот она. Вот она, даже уже конкретно. Вот так и совсем узко проблема в этом знаке. Если поменяю знак и скажу, пока х больше, чем стоп, предполагаю, что х у меня. Вроде написано плюс, но степ отрицательный. Х уменьшается. То есть пока х больше, чем стоп, еще печатать. Поняли, да? Но я в этом случае смогу генерировать разумно прогрессию, например, 10, 1 с шагом минус 2, например, да? Пожалуйста. Он благополучно ее пробегает, да? Но перестает работать генерация прогрессии, которая работала. Например, 1, 10, 2. То есть, пожалуйста, все у нас перестало работать. Что делать в этом случае? Мне нужно менять вот этот вот знак. В случае, если прогрессия у меня возрастающая, это должно быть меньше, убывающая должно быть больше. Как же быть? Я ведь не могу менять значок в программе, потому что это требует перекомпиляции. Не могу же я менять его в зависимости от того, что там ведет пользователь у себя на клавиатуре. Положительный или отрицательный шаг. Мне нужно создать универсальную программу. Когда мы увидели проблему в программе, и мы отладились, то есть мы нашли это место. Но я прям его сразу вам показал. Не нужно было долго искать. Нужно придумать способ решения. Конечно, можно было бы здесь навернуть целый if, какое-то условное поведение, так или сяк. Но вы знаете, очень часто на помощь приходит математик. Нужно иметь математическую культуру. Например, в этом случае можно просто сказать, мне требуется, чтобы x, пока x меньше, чем step, но это у меня для... возрастающий. Мне нужно, чтобы x было больше, чем step для убывающей. То есть это когда, в каком случае? Это когда... Давайте я напишу, при step больше нуля. Правильно? А вот это у меня должно возникать при step меньше нуля. И оказывается, что мы можем вот это дело объединить и записать в одно условие, в одно единственное условие. Каким образом? Если бы у меня был знак вот этого вот шага, знак, то я мог бы взять вот это вот условие и домножить на его знак. Понятно, что домножение на любое число оно не меняет, но если я домножу левую часть на знак и правую часть на знак, то представим себе, что у меня есть переменная sine, которую я могу домножить на x. И, соответственно, справа тоже домножаю на вот этот вот sine умножить на стоп. В этом случае, если у меня вот этот вот sine является числом плюс один, равен плюс один, то в этом случае у меня вот это условие не меняется. Правильно? Если же он равен минус единице, если он будет равен минус единице, то что у нас получится? У нас знак, по сути, поменяется. Для того, чтобы опознать, что же за реальный вот этот вот знак, то есть избавиться от него, мы просто сокращаем, но сокращая слева-справа на отрицательное число, мы меняем знак. Можно было бы сказать так, а почему нам не использовать здесь напрямую степ? Все равно же левая-правая часть сократится. Но дело в том, что результат умножения может вызвать переполнение целочисленного типа. Я не хочу переполнений, а значит, мне нужно сделать именно так, чтобы это было плюс-минус один, потому что там переполнения не возникнет. Итак, я надеюсь, логика понятна. И мне осталось только понять, откуда взять этот знак. То есть, как мне значение туда правильное заложить. Я здесь расскажу про тернарный оператор. Его общий вид выглядит так. Некоторое условие. Вопрос. Дальше. Некий результат 1. Двоеточие. Результат 2. Это так называемое условно вычисляемое выражение. Я могу положить это куда-либо, либо использовать в каком-то более длинном выражении. Не важно, куда я это дело присвою. Важно то, что вот это выражение в целом, оно у меня будет либо отсюда взято, либо отсюда в зависимости от истинности этого условия. Ну и, соответственно, пользуясь тернарным оператором, я могу записать вот этот знак. Ну давайте создадим для этого переменную sign. И положим туда, что если у меня step больше нуля, я возьму это в скобки, чтобы не думать о приоритетах операций, что раньше вычислится. Если step больше нуля, тогда что? Тогда я должен вернуть знак плюс 1. А иначе знак минус 1. Вот такое вот условное выражение. Таким образом, теперь я домножаю на этот знак sin умножить на x и sin умножить на стоп. У меня модифицированное теперь условие, и генератор арифметической прогрессии будет прекрасно работать и с положительными хо-хо-хо-хо-хо. Так уж будет работать. Что не так? Я не поменял знак, к сожалению. Не поменял знак для прогрессии, которая положительным шагом должна вот так выглядеть. Давайте перезапустим еще раз. Что у нас? 1, 10, 2. Вот, пожалуйста, для прогрессии с положительным шагом работать. Давайте для прогрессии с отрицателем. 10, 1, минус 1. Кстати, обратите внимание, что она начинает от 10 фактически, а единичка как раз не входит. У нас последний входящий – это двоечка. Ладно. Вроде бы мы победили. Кажется. А вот вопрос. А как должна вести себя наша программа? Как мы должны генерировать прогрессию, если шаг окажется равным нулю? Во-первых, можно просто попробовать, экспериментировать. Посмотрим. Это же дешевле, чем думать. Правда? Вроде ничего не взорвется от этого. Например, 1, 10, 0. Ни одной итерации. Ну, в принципе, наверное, логично, потому что программа должна вести себя как-то предсказуемо. Естественно, что такая арифметическая прогрессия с шагом 0, она, наверное, имеет смысл, но тогда надо было бы задать количеством членов, а мы тут ставим ограничителем. В общем, либо уж она будет в нашем случае бесконечной, то есть мы никогда не достигнем этого стопа, либо уж мы должны отказать в генерации этой прогрессии и сказать 0 членов тебе. Просто стоп равен 0, до свидания. Ну, в смысле, молча сказать до свидания. Это решение принимает программист сам. Но наша программа сейчас ведет себя условно неадекватно, потому что в этом случае она делает как бы адекватное действие. Но вот другая ситуация. Посмотрите, я поставлю сюда 10, 1 и 0, и вы увидите, что программа зацикливается. То есть она продолжает писать десятку, и причина этого в том, мне придется прервать ее при помощи клавиатурной комбинации Ctrl-C, и причина этого в том, что у нас степ оказался таким, что сайн был для нуля, он получился отрицательный, он говорит, из десятки невозможно дошагать до единицы, и просто завершил сразу, не сделал ни одной итерации. А в обратной ситуации он опять посчитал для нуля отрицательным шагом, но он стал пытаться туда добраться. И бесконечно прибавлял 0. Но решение этой ситуации сейчас я оставляю за скобками. за скобками оставляю. Давайте перейдем к следующему, к следующей части нашего видео. Субтитры создавал DimaTorzok